привет дорогие друзья всех рад видеть на канале сентябрь закончился наступил октябрь осень продолжается вам наверное интересно как обстоят дела с поиском звука эльфи расскажу немножко сегодня об этом и еще расскажу о том что пришла посылочка не буду нагонять интриги в посылке zip для тембра дворе сейчас мы вскроем посылочку посмотрим что за zip в каком состоянии будет ли он нам полезен для восстановления тембра и также я вкратце вам расскажу как обстоят дела с эльфой ну что муся будем скрывать посылочку да прям вот сидишь там где вот мне надо сесть как бы тебя немножко сдвинуть то будем скрывать итак это что такое а это похоже пульт дистанционного управления написано уд немножко он побит может хранился так может при транспортировке какой-нибудь побился ну так вот вообще не пользование как я люблю греть без пробега интересная штуковина уд далее далее вот такой вот штекер написано за коротко 33 ноги чет закорачивать чего-то закорачивать значит вот что самое интересное вот что самое интересное самое интересное это резинки но что-то на вид состояние у них не акти сейчас посмотрим что на ощупь особенно интересует вот такой вот ролик потому что у моего тембра этот ролик поврежден магнитофон долго хранился с включенной скоростью классическая ситуация на поверхности резиного возникла вмятина и за счет этого когда вращается вот этот ролик происходит такой шум характерный такой дэдэ дэ 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 вот она долбасит вот этой вмятиной вот я не знаю чем покрыто это то ли плесенью то ли временем то ли пылью в чем-то вот это все в каким в каком-то беленьком таком порошочке и на ощупь очень даже неплохо резина мягонькая мне нравится надеюсь что она мягонькая не от того что она вот-вот развалится от того что она вполне пригодна еще к работе по прямому назначению вот ради этого ролика можно сказать был куплен весь зип еще какой-то ролик это наверное прижимной вот так он выглядит тоже нравится мне то что на ощупь происходит мягонько хорошо вот тут вот смотрите ржавчина до проступила вот это противненько конечно может быть это сошкрябывается буду разглядывать пока непонятно какая-то какие-то две резиночки малюсенькие резиночки зачем они в трех моторном аппарате не понимаю пока на пасек на счетчик не похоже слишком короткий может это какие-то прокладочки какие-то куда-то на подкатушечники куда-нибудь или на тормоза или еще на что-то как залезем в тембр так наверное станет понятно чего эти резиночки ну уж вряд ли вряд ли что это пасеки вряд ли и вот еще одна важная фигурка это кусочек фетра я теоретически представляю себе зачем он он либо на лента прижим как подменный фетр либо там есть стороны подающей катушки такая очистительная для ленты такая штуковина ну назовем его очиститель ленты тоже когда будем этим тембром заниматься я вам покажу что за такой за очиститель ленты что я такое имел ввиду что-то такое вот завернуто загадочным образом предохранители предохранители это хорошо это было еще похоже вот что-то еще завернуто так умело не было наверное тогда грипперов лампочки смотрите лампочки так чтобы он видно было четыре штуки причем две таких и две других чем-то они кроме цвета я думаю еще должны отличаться как-нибудь разберусь да они не только цветом различаются это уже видно видно как там спираль в лампочки по-разному проходите этих лампочек хорошо едем дальше ведь это еще не все о еще один такой же фетрик и наличие двух этих фетриков и вообще факт их наличие в зипе наводит на мысль на то что это для данной модели какой-то расходный материал наверное и стоило бы научиться самому изготавливать такие фетры из подходящего по консистенции фетра подходящего размера и толщины чтобы в один прекрасный момент не встретиться с необходимостью замены этого фетра на неизвестно что хочу обратить ваше внимание на то что дата 40387 по всей видимости 87 года чего-то тут электромагнитный головной что это сейчас мы с вами узнаем а это когда я уже вижу а это товарищ это хай фай наушники зенхайзер производство фирмы тембр до к так вот посмотрим тон 2 м 1600 ом слушайте а это не высокоомные или наушники случайно они как раз как раз про них шла речь когда мы с товарищами обсуждали поиски звука на эльфе поиски звука на эльфе и там прозвучала такая мысль что высокоомного наушника у тебя все равно нет поэтому доставая усилитель будешь слушать через него и здесь даже громкость регулируется вот такая штуковина интересная так что сдается мне это наверное высокоомные наушники и что еще интересно вот это вот ободок да он такой очень жесткий такой вот прям такое ощущение что если ты сейчас его до размера головы растянет чтобы одеть эти наушники ты просто сломаешь этот ободок может быть он от времени уже пластмасса хрупкая стала и вот так вот она согнулась и стала жестче так что я учета очкую как говорится разнимать вот так эти два конца ободка а штекер вот такой вот с тремя штырьками интересная штуковина неожиданная не ожидал я что в zip такое кладут ну клали по крайней мере а вот это какая-то такая мягонькая штука а это наверное амбушюры это накладки на ужина такая да вот они две мягонькие резиновенькие так какая-то мега инструкция к этому мега девайсу телефон головной электромагнитный тон 2 паспорт а октава вот здесь вот значок значок октавы схема распайки указано слушайте ну да прикольная штуковина можно с ней будет поразвлекаться как-нибудь долгими зимними вечерами если не найдем чем еще более интересным заняться что еще в этой коробочке в этой коробочке еще вот такая вот штуковина пока не пойму что это может быть это держатель может подставка какая-то но каким-то образом это тоже связано с этими головными телефонами в простонародье наушниками еще вот такая вот книжоночка магнитофон тембр 2 м смотрите тут схема схема расположения радиодеталей ой о а это что такое тут выпало кинематическая схема магнитофона тембр 2 м сушки вообще в кассу вот эти вот бумаги накануне так сказать моей затеи заняться восстановление магнитофона тембр 2 м смотрите она от времени хрупкая стала и рвется от одного только взгляда на нее надо с ней будет очень осторожно быть а лучше сделать копию оригинал этот уже как бы поберечь поберечь вот такая вот схема расположения радиодеталей на платах редакция 8 представляете редакция 8 плата 1 плата 2 плата 3 плата 4 не подписано но в принципе по схеме кое-где и так понятно о чем она а с этой стороны схема электричества принципиальная магнитофона тембр 2 м редакция 8 вот здесь уже интереснее тут уже написано какие элементы чего в общем здорово здорово очень доволен я данной посылочкой покупкой своей она принесла мне гораздо больше чем я ожидал от нее то есть программа минимум перри выполнена внимание в руководстве по эксплуатации магнитофона тембр 2 м допущены следующие опечатки имеется то а читать следует читать вот так смотрите к опечатки пометили вот все по-человечески а как мне нравится внимание при затруднении установки показаний счетчика на 3 0 включите кратковременно магнитофон в режим перемотки в любую сторону после чего повторите сбор показаний нет молодцы не чтобы счетчик нормальный до изготовить они расскажут как как его заставить работать не припомню чтобы каком-нибудь японскому магнитофонах или к немецкому были вот такие вот забавные примечания что-то тут еще какие-то бумажечки во вложении что это за бумажка опись упаковки zip а ролик привода ролик прижимной да угадал я там был ролик прижимной войлок лента очистителя вот и ответ на мой вопрос для чего был этот войлок это был для лента очистителя не чтоб ленту да нормальную выпускать которая не оставляет говно на тракте нет но лучше войлок лента очистителя при собачьем ладно не буду я критиковать что имеем то имеем ведомость комплекта магнитофона тембр 2 м отличная штуковина пригодится уверен что пригодится в работе над восстановлением данного аппарата ну и последняя деталь в этой посылке это вот такая вот коробочка что же в ней будем разбираться в не что-то какая-то куча черных пластиковых деталюшек наверное вот так вот ее высыплю система микрофонов sm690013 дата упаковщик май месяц уже выцвела это печать непонятно короче тема микрофона вообще у меня в быту микрофона это самая бесполезная вещь которая только может быть потому что с записью голоса я вообще не занимаюсь так что конечно приятно что zip настолько полный что я бы даже его назвал переполненный zip приятно безусловно но некоторые вещи конечно пока не знаю как применить в хозяйстве кота ваську записывать что ли на него вот узнать качество ссср ну добротные вещи это чувствуется добротные такие надежные вот чувствуешь вот надежность всякие приблуды пластиковые наверное для того чтобы было удобнее пользоваться этими микрофонами как-то их устанавливать закреплять как-то в общем с ними обращаться так сейчас этот вот это приберу и расскажу вам вкратце как обстановка с эльфой ну давайте вспомним на чем закончился предыдущий ролик предыдущий закончился у нас с вами на том что я основной пласт работы по этому магнитофону закончил и было первое включение и на первом включении я не услышал звука от этого магнитофона вот она и неисправность на этом закончился ролик предыдущий на следующий день я занимался поисками звука и вот что могу рассказать в процессе поиска звука несколько раз включал магнитофон и по всей видимости звук как сказать появился магнитофон начнем с того что долго лежал без эксплуатации и по всей видимости понадобилось ему какое-то время чтобы там какие-то деталюшки это я уже потом понял какие деталюшки пришли в себя в данный момент эти деталюшки пришли в себя но все равно их стоит заменить потому что они будут ерундить обязательно будут мешать нормальной эксплуатации аппарата ну так вот а пока я занимался поисками звука очень интересную такую штуковину более опытные товарищи мне подсказали изготовить вот кстати между прочим это как раз та тема которая сегодня вспоминал про высокоомные наушники в общем вот такая штуковина это обычная иголка изоленту я намотал чтобы как-то поудобнее было держать слишком тонкая иголка между пальцев проскакивает а теперь это вот как-то удобно здесь небольшой конденсатор в принципе любой подойдет и дальше этот проводок можно было подключить к высокоомным наушникам но у меня их не было поэтому я использовал музыкальный центр с колонкой то есть этот шнур подключается во вход музыкального центра аукс и колонка соответственно выдает звуки получился так называемый щуп этим щупом можно было послушать на плате в каком-то определенном месте проходит ли звуковой сигнал потому что правый канал вот это как раз плата универсального усилителя правого канала правый канал молчал и нужно было понять где звук не проходит уже и про транзисторы думали и вот этот транзистор проверяли и ну в общем весь первый каскад 2 каскад везде сигналы были и вот вот этим щупом можно было прикоснуться допустим к первой ножке микросхемы и понять заходит ли на него звук и потом можно было пощупать выходит ли звук из нее вот такой вот интересный метод диагностики и этот метод конечно работал то есть я подсоединялся таким вот образом к нужным точкам на плате и из колонки у меня доносился звук и стало понятно что плата универсального усилителя целиком исправна и работает и в чем же тогда проблему а проблема оказалась вот в этих вот двух микро переключателях которые включаются когда нажимается клавиша пуск на магнитофоне тут я клавишу нажимаю нет вот вот клавиша пуск нажимается она подхватывает эти два лепесточка вздым и они включают звук но они не являются разборными они не подлежат обслуживанию то есть они не предназначены для этого не предусмотрено и по всей видимости от времени внутри наверно там я не знаю окислилась или еще что-то в общем пока я занимался поисками звука они тоже разрабатывались там включались выключались и в итоге запели звук у аппарата появился но чтобы в будущем избежать в недалеком будущем избежать проблем задумал я их заменить новые микро переключатели пока что я еще не купил так что вот такая история с эльфой а на этом все спасибо что смотрите до новых встреч в эфире пока